Добрый коллеги, сегодня у нас 16 октября, мы завершаем 41 неделю торгов и переходим в 42 неделю. По-прежнему рынок находится на ландшафте трейдеров и для трейдеров сейчас наилучшее время заработка. А вот что касается среднесрочных инвесторов, то для них это не лучший строительный материал для портфеля, поэтому им остается только заниматься распределением вероятности, оценивать рынок и наблюдать со стороны. Пока что, к сожалению, рынок именно в таком виде выглядит и будет выглядеть, наверное, в ближайшие несколько недель, может, месяцев. Давайте посмотрим, чем мы закончили предыдущую неделю и что нам готовит предстоящая неделя. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить о том, что вся информация, представленная в канале, не является индивидуальной институтной рекомендацией ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении. Окей, давайте начнем с наших стратегий по трейдингу. У Ad Astra мы видим, что она дает результаты, но видим, что есть очень высокий attrition, то есть маленькое количество бумаг выстреливает. То, что выстреливает, выстреливает хорошо, но выстреливает маленькое количество из-за того, что рынок себя ведет очень сложно и некоторые бумаги не доходят до своих триггеров. Но, пожалуйста, обращайте внимание на то, что данная стратегия является самой сложной, самой прибыльной и самой рискованной. Поэтому списывайте те бумаги, которые не сработали, не копите у себя токсичный портфель. Это все очень плохо закончится, если вы этим занимаетесь. Спай трейдинг – наша новая стратегия. Мы сейчас ее доделываем, мы в пилоте. И, как вы знаете, у нас спай трейдинг делится на две подстратегии. Одна внутри дня, другая внутри недели. Вот эта внутренедельная вероятнее всего изменится на внутренесколько дневную, то есть на свинг трейд в чистом виде. То есть там не будет привязки к дням недели с понедельника по пятницу, а просто будет триггерная цена, которая должна сработать в течение нескольких недель без привязки к дням недели. Вот. И да, и пока что спай трейдинг дает нам трехзначные цифры, и это очень-очень хорошо. Опционные стратегии тоже дают хорошие показатели. Возможно, у нас будет больше бумаг внутри дня, возможно, будет не по четыре бумаги, как сейчас, а по шесть. Да, может, даже по восемь. И сейчас мы дорабатываем этот момент с нашими партнерами, поэтому в скором времени будет возможности побольше. Я рад, что здесь у нас тоже трехзначные цифры внутри дня, это очень хорошо, и тем более дает возможность потренироваться на опционах. Трейдинг по уровням, Оля, в ударе, как я сегодня написал, невероятные цифры, в спокойном режиме, в котором можно зарабатывать 11-12%, 35%, 45% внутри недели, да, и прекрасные цифры. Оля, спасибо, спасибо, 10%. Это очень хорошо, потому что данная стратегия тоже в первую очередь о self-management, о том, как управлять собой. Потому что внутри этой стратегии вам нужно делать каждый раз одно и то же, одно и то же. Ждать закрепления, ждать уровня, заходить, выходить, тоже по уровню стопа ставить, по уровню, то есть каждый раз делать одно и то же и каждый раз зарабатывать. Это прекрасно, и это тот случай, когда удается и зарабатывать, и тренироваться, и развиваться. Поэтому, Оля, еще раз большое спасибо за те бумаги, которые она публикует. Трейдинг по триггерам тоже себя прекрасно показал. Почти все бумаги, кроме вот одной, двух, кроме двух бумаг выстрелили. И я выделил желтым то, что достигло триггеров и дали нам профита. Поэтому, несмотря на сложность рынка, свинтрейдинг тоже прекрасно работает. Вот, и именно поэтому мы решили SPY переделать тоже под свинг, чтобы была возможность в любой день недели загрузить свинг себе и не ждать понедельника. А вот как мы подготовим список, так его и загрузить. Что еще изменилось? Была огромная ребалансировка среднесрочного портфеля. Сейчас его доходность 34% годовых в долларах. Была очень большая ребалансировка. Это была самая крупная на моей памяти. Обратите внимание, что изменилось. Я далее опубликовал актуальный список бумаг, их доходность, стопы, уровни и так далее. Ознакомьтесь, пожалуйста. Также была ребалансировка у Сбера, у ВТБ. Были большие изменения. Тоже посмотрите, что они делают. Очень интересные описания дают по бумагам и по тем решениям, которые они принимают. Вот Value Investor меня продолжает удивлять. Он докупает Alibaba, избавляется от Snap, от Spotify, прошу прощения. И я вижу фундаментал по бумаге. Очень много разговоров о ней, изменения рейтингов. Но они не в сторону покупки. Я до сих пор озадачен. Озадачен вот этим фундаментальным парнем, который ищет недооцененные бумаги. Согласно Morningstar, который занимается недооцененными бумагами, Баба сейчас является самой недооцененной бумагой в мире. Номер один. Но вот график у нее просто отвратителен. Я посчитал, посмотрел там, вернее, стопы, которые вообще там надо под 10% ставить. Ну, риск-реворд вообще, ну, то есть не для меня с таким вот винрейтом. Не знаю. Но загружают. Загружает этот парень, загружает партнер Баффета, загружает некоторые фонды. Но я не вижу у очень крупных фондов, не вижу у институционалов этой бумаги. То есть это какая-то вот такая единичная история, но у крупника. Вот так, если можно сказать. Не массовая. Кто-то, как я говорю в такие моменты, кто-то знает то, чего не знаю я. Это очень интересная картина. Ну, просто вот я наблюдаю со стороны и не работаю с этой бумагой, не работаю вообще с китайскими бумагами, китайским рынком. Но, конечно, интересно. Мне интересно вот то, что происходит. Неделя, внутри недели делать такие покупки еще в средний срок, конечно. На таком рынке это для меня пока что загадка. Спасибо, что делитесь вашими наработками, вашими результатами. Мне второй раз, кстати, удалось поработать с опционами внутри 20 минут. Я обычно работаю в течение 2-3 часов, но в течение 20 минут тоже удается. Спасибо, ну, забрать профит и уйти. Спасибо, что делитесь. Вот Игорь написал, что он отработал трехзначные цифры по своим бумагам. Я опубликовал по спаю. И, как я и говорю, это территория трейдеров пока что. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Это факт. Вот PNL внутри дня 44,32%. Оверл средняя 41,9%. Территория трейдеров. Как нравится это, не нравится. АМД 116% дала. Это территория трейдеров. Пока что вот такая есть история. Но в то же время я по инвестициям тоже пишу некоторые заметки и публикую их в инвесте, чтобы инвесторы у нас тоже не заскучали. Но к инвесторам я еще раз вот посылу, призыв. Посмотрите запись летучки. Пожалуйста, будьте осторожны, будьте аккуратны вовремя, чтобы вовремя уйти с рынка. И я сейчас, мы перейдем к итогам недели. Я еще раз это покажу на макроданах. Пятничный дайджест вышел тоже очень интересно. Я буду разбавлять дайджесты некоторыми заметками интересных управляющих, чтобы был такой обмен опытом. Поэтому помимо акций, которые идут в рекомендациях, будут также некоторые интересные заметки успешных управляющих. Давайте пойдем по итогам недели. Джон Мерфи, я начал с ним сотрудничать, второй месяц пошел. Как вы знаете, Джон Мерфи у нас отец теханализа. И он делает заметки, не часто, но делает заметки. Я их все публикую, чтобы вы видели и понимали, что происходит на рынке. И параллельно я также публикую вот этого парня, Ларри Вильямса. Но, конечно, у них абсолютно разный уровень. И Ларри смотрит на макроданные. Для него самый главный индикатор любого рынка – это инфляция. Инфляция, которая влияет абсолютно на все и влияет на рынок труда, на потребление. Ну, вообще на все. И он смотрит именно на него. Пожалуйста, тоже знакомьтесь с его выпуском, который я опубликовал. И он очень хорошо смотрит на рынок. Очень классные вещи говорит, очень правильные вещи говорит. И говорит простым языком, чтобы всем было понятно. И вот, вы знаете, у нас на YouTube-канале есть еще выпуски про Ларри Левин, чью книгу я прочитал и его тоже опубликовал. И они примерно одинаковые вещи говорят, что убирайте эмоции, перестаньте читать СМИ, убирайте эмоции, перестаньте читать политиков. Это все ни к чему хорошему не приводит. И я об этом тоже неоднократно говорил. Поэтому, пожалуйста, я повторюсь, перестаньте отслеживать вот эти вот моменты. Они очень неправильные. И вот, когда я вижу, что вы мне присылаете из других источников чьи-то публикации, я понимаю, вернее, я ошарашен иногда бываю, как много источников информации вы перерабатываете и читаете, и как мало вы с этого зарабатываете. Поэтому выключайте эмоции, выключайте новости. Это все не нужно. Вам нужны только графики. И этого вполне достаточно. Так, итоги недели. Что у нас произошло? Чем у нас все закончилось? То есть, у нас индексы закрылись все положительно. Даже золото, несмотря на то, что защитные элементы, он закрылся в плюсе. Кто у нас был в индустрии силен, в секторах? Чистая энергетика, солнечная энергетика, золото-добытчики, добытчики металла, крипто. Ну, крипто, понятно, в новостях полетело. Oil Services, Metal, Raid. Ну, Materials, Robotics и так далее. Samis. А вот кто начал рост, но потом чуть-чуть свалился, это биотехи, Financials, Staples, Retail и Healthcare. Дальше уже пошли отрицательные значения. Но, опять же, смотрите, здесь нет сильных отрицательных значений. Здесь нет даже минус процента или 2%. То есть, ну, рынок в целом был очень, очень позитивно настроен на работу. XLY на рынке у нас достиг, я о нем говорил на летучке, что потребный сектор, защитный сектор, он будет выступать защитным сектором. И вот мы видим, что XLY, он достиг нового исторического максимума. График не для меня. Сразу скажу, я с таким графиком не работаю. Вот мне нужно, чтобы он вот так вот показал мне. Тогда я буду с ним работать. Пока что я этого не вижу. Да, он вырос, окей. Но пока, пока, пока нет. И помогди тоже не моя история. Поэтому я пока, пока жду. Посмотрите, что делает розница. Что делает розница. Я, кстати говоря, в телеграм-канале публиковал огромную разницу между действиями розницы и смарт-управляющими, смарт-мани, институционалами. И в те моменты, когда вот эти вот розницы выходят в кэш. Вот смотрите, они опять вышли в кэш все. Кэш. Ни банды, ни экутис кэш. Вот в эти моменты институционалы закупаются. Я сейчас покажу это на графиках. Сейчас, чтобы вы понимали, розница ушла в кэш. Вот. Что еще? Очень интересный обзор от ВТБ по поводу энергетики, энергетического сектора. Пожалуйста, посмотрите эти карточки. Они очень интересные. Тоже показывают на защитные сектора, защитные акции, с которыми можно поработать, пока это все происходит. Вот. Цифры Феда, которые не утешают пока что. Вот. И сантимент я тоже опубликовал, где мы видим, что да, растут настроения бычьи, но пока что они не перевалили за 50. Вот. Поэтому говорить о том, что ситуация выровнялась, не приходится. Вот даже среднесрочные инвесторы, они на уровне 37. То есть они обычно выше 50 находятся. Вот. Что еще? СКью, который дублирует у нас волатильность, показывает снижение волатильности. Но это трэп. Это ловушка. Я бы не ориентировался на то, что там все хорошо. Это ротация секторов внутри недели. Что изменилось. И кто откуда, куда переходит. Смотрите, в рост пошли XLE, XLU, XLY. XLF вообще пошел в лидеры. Это финансовый сектор. Вот такая ротация, она постоянно происходит. И здесь видно получше, кто растет сильнее. Я сейчас работаю с XLE плотно. Поэтому я ориентируюсь пока что на XLE. Об этом писал и публиковал графики и бумаги, которые внутри XLE, с которыми можно поработать внутри российских брокеров. Которые с момента моей публикации выросли еще на 5%. А публиковал я, по-моему, несколько дней назад, что ли. Где она? Я здесь публиковал, по-моему. Вот, да, XLE пошли мои публикации. Да, где-то неделю назад я начал публиковать про XLE. И вот пока растет. Очень хорошо растет. VIX снизился до безопасных уровней, до 16. Ну, и как я написал в Телеграме, такое снижение мне тоже не нравится. Ну, посмотрим. Пока что, видите, какая пила на дневке. Будем ждать, чтобы вот это... Если он продержится на 16 пару недель, вам пару-тройку недель, значит, все-таки мы возьмем свое через новогодний ралли. Если нет, то нет. Найси. Настроение на рынке, посмотрите, меняется. Меняется в лучшую сторону. Мы пробили... То есть, давайте, да, RSI пробил 50-ю, 30-ю, 50-ю, пошел вверх. Это хорошо. И Найси почернел, пошел в рост, пробил сильный уровень в 50-ю среднюю. Посмотрим, пойдет ли он дальше. Нам нужно, чтобы он пересек и 50-ю, 50-я пересекла 200-ю. И вот, чтобы вот такой вот был вот здесь. Такая картина была очень надежная. Тогда мы будем с этим работать. По секторам XL-Y, опять же, тот же consumer, да, financial sector, industrial, технологический сектор. Ну вот, топ-4, тот, кто сильно, сильно работал. В топ-5 входит уже и XL-E, и энергетика. Вот. Что еще? Про силу рынка видно из индикатора. Смотрите, bullish technicals. Здесь по индексам, в каких индексах, сколько бумаг достигли своих годовых максимумов, сколько бумаг достигли. И мы видим, что большое количество бумаг достигли в разных секторах, ой, в разных, прошу прощения, индексах своих максимумов. Но в то же время растет и bearish, бумаги, которые достигли своих лоев, то есть своих минимумов за год. Но в целом мы видим соотношение, что роста намного, на несколько порядков. То есть в 10 раз там даже больше, чем снижающихся бумаг. Вот. Consumer, кто растет у нас. Ну, если обобщить, то растет все, что связано с туризмом, потреблением, туризмом. Вот сейчас эти индикаторы пошли, бумаги пошли в рост. В финансах это банки, Consumer Financial, Investment Services, Industrial Tracking, Railroad, железной дороги и транспортные услуги. Я выделил только самые растущие моменты. И в materials, алюминиюм и non-ferrous metals. Non-ferrous это у нас цветные металлы. Цветные металлы. Put call ratio говорит о том, что у нас колов больше, чем путов. То есть больше ставят на рост, нежели на падение. Поэтому будем смотреть дальше. Хотя у индексов ситуация немного обратная. Spivix. Spivix сейчас покажу на другом графике. Что еще? Да, вот здесь очень показательно по индустриям. То есть по индексу и по индустриям. Кто себя чувствует хорошо. И прошлая картинка была намного хуже. Здесь было все бордовым. Давайте я вам покажу. Она здесь у нас. Я же все итоги здесь публикую. И она была, я помню, вся бордовая. Вот, видите. И только энергетика была зеленой. И сейчас ситуация получше. Вот. И я рад, что ситуация улучшается. Пусть и в моменте не среднесрочной и не долгосрочной. Но в моменте ситуация стала получше. Вот. Но опять же, нам нужно, чтобы зеленела от 200 ма до 5. То есть отсюда сюда. Сейчас мы видим, что ситуация хорошая для трейдеров. То есть большое количество бумаг пересекли. Пятую moving coverage и 20. Вот. Но для среднесрочных ребят, долгосрочных все плохо. Вот. Но в целом, можно поработать бумагами среднесрочно с энергетикой и финансами. Вот. Энергетикой и финансами. Если нет доступа к ETF, просто посмотреть бумаги внутри этих фондов и купить их на питерской бирже. Голосование. Голосование на следующую неделю показало, что американцы топят за то, что 66% за то, что будет рост и 34% за то, что будет снижение. А российские трейдеры и инвесторы ставят на 76% на рост и 24% на снижение. Вот. О чем я хотел сказать про движение и действия инвесторов, институциональных инвесторов и розничных инвесторов. Вот это динамик рынка. И мы помним вот эту просадку. И мы помним вот эти пики просадок. И посмотрите, что делали институционалы, пока все выходили с рынка. Они все просадки выкупали. Бам. 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 Выкупали. 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 Вот так они делают капиталы. Понимаете, да? Вот так. Здесь зафиксировались чуть-чуть, пошли дальше. Но вот эти просадки не выкупают. Вот. Поэтому будьте осторожны. Будьте внимательны и уберите из уравнения эмоции. По SPY. SPY у нас двигается, видите, около, вот продолжает флиртовать с 50-й средней. Я думаю, что это надолго. Вот. И будем ждать и смотреть на рынок через призму 50-й средней. И инфляция. Инфляция, которая растет и не предшествует ничему хорошему. Вот. Пока что ситуация на рынке некритичная. Но ситуация очень-очень некрасивая. Поэтому еще раз вот лейтмотив сегодняшний. Будьте очень осторожны. Будьте очень внимательны. У нас весь инструментарий, чтобы вооружиться и быть подготовленным, есть. Есть вебинары. Есть ролики, подкасты, которые я снимал про хеджирование, про защиту, про безопасность. Все это есть. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте осторожны. Следующая неделя у нас во власти трейдеров. Будем продолжать работать с нашими стратегиями. Вот. Ну, а среднесрочным инвесторам остается пока что наблюдать. По той простой причине, что, как я говорил и повторю, что buy the dip не работает. Выкуп бумаг, которые просели, не работает. Почему? Потому что есть страх того, что вы выкупите не просевшую бумагу, а просевший бизнес. А это две разные вещи. Ну, вы понимаете, да, не мне вам рассказывать. Это две абсолютно разные вещи. Ну, вот. Поэтому сейчас это не работает. И сейчас может случиться такое, что условный Amazon, который стоит там 4 тысячи долларов, снизился на 3, вы купите. А когда ликвидность рынка уйдет, он будет стоить 2 800, и это будет у вас продливая цена лет на 5. И вы застрянете там. Поэтому buy the dip пока не работает. Всем хорошего настроения. Держитесь верного курса до понедельника. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok